Меня зовут Кристина, мне 23 года. Меня зовут Лера, мне 23 года, и я занимаюсь по примеру уже 3 года. Меня зовут Сергей, я ученик школы 21. Я приехал сюда из города Соликамска. Первое, что я подумал, блин, ну прикольно. Вроде с названием созвучно, думаю, наверное, будет весело. Самое сложное было, наверное, просто, я говорю, это часто ненавидеть себя. То есть мы не пришли ни в какую-то школу, да, где всех как бы заставляют, это не хочет, тут у всех есть реальное желание. Ты понимаешь, что ты вроде сделал 12 заданий, а ни одно не прошло, и из-за того, что там было неправильно первое, это тяжело именно морально. Утонешь все это, по сути, ну как в реальной жизни утонул, ну ты уже не прошел. Ну, это здорово, это хороший опыт, очень классная экспириация. У меня воспитания очень крутые, потому что это действительно, это очень крутой опыт. Меняешь все полностью, приезжаешь в другого города. Все очень положительное, общительное, это, конечно, нереально классно. Онлайн это такое дело. Здесь совсем другое идет программирование, было больше веб, создание сайтов и интернет-магазинов, а здесь больше идет база, допустим, C, Core и все такое. Предыдущая моя работа немножко была связана с IT, но в целом она была графический дизайн, то есть это около смежи, но совсем далеко от программирования. Мой типичный день — это прийти с утра пораньше, сидеть, кодить, пока никого нет. Приехал, отключил компьютер, посмотрел, что делал в прошлый день. Сначала смотрим Slack, прочитывая все сообщения, что произошло, что не произошло. Вообще в хорошее время я это делала часов 10-12 дней. Ну, то есть прийти там в 7 утра и уйти ночью уже, когда прям совсем поздно. В школе мне нравится опять свобода, мне нравится отсутствие какого-то контроля и отсутствие преподавателей, потому что мне легче получать информацию самой и мне легче ее прочитать. Ты сам распоряжаешься своим временем, сам его контролируешь. То есть тебе не приходится ждать отстающих. Я люблю поспать. Точнее, у меня я такая сова. Я ложусь примерно в 4 ночи, просыпаюсь где-то около 10 утра, и мой день начинается. Люблю приезжать пораньше, потому что с утра продуктивность реально у меня вышла. Есть мысль о том, что нужно поменять свой режим. Ой, я обожаю утро. Я просыпаюсь утром, там в 6 утра, пока еще все спят, пока весь мир... Ну, даже не в 6, а в 5, там пока тихо. В данный момент нет, хотя когда я приехал, у меня оставались старые заказы на фрилансе, то есть я в целом как дизайнер мог подрабатывать. Да, я сейчас подрабатываю официантом, это всего лишь 3 дня в неделю, иногда 4. Ну, короче, я совмещала, но я не очень это рекомендую, потому что удобнее все-таки чисто учиться. Сейчас немножко приоритеты другие, я очень хочу побыстрее получить реальные навыки здесь и уже работать непосредственно в программистике. Да, я участвовала в трех хакатонах. Именно благодаря школе у меня появились те люди, которых я уже вижу, что ой, Кать, наверное, я возьму тебя, потому что ты будешь хорошим дизайнером. Вот не всем не так давно, по-моему, неделя еще не прошла, как мы участвовали в хакатоне. Он, конечно, был на территории школы, но тем не менее было очень здорово. Мне хочется переходить больше в машинное обучение, в нейронные сети, больше туда. И вот для себя это, наверное, гол какой-то через год в этой области уже работать. Когда закончу, я не знаю. По сути, ничего для меня не поменяется, то есть я просто буду выбирать задачи, ну, что-то по уровню выше. Моя мечта, моя цель – делать свои продукты. Я хочу создавать сама продукты.